В преддверии Всероссийского дня студенчества по распоряжению министра внутренних дел по Республике Дагестан было решено провести ряд мероприятий с вовлечением студенческой молодежи и учащихся школ. Так, на территории городского отдела состоялась встреча студентов и школьников с начальником отдела Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт Арсеном Гусейновым и начальником следственного отдела Салимханом Ирасхановым. Вы, наверное, знаете отдел внутренних дел по городу Хасавюрт какие функции и так далее выполняют по охране общественного порядка, общественной безопасности. Разумеется, там уже начальник следствия, который очень хочет, чтобы грамотные специалисты выкобиливали с университетом и так далее, иногда приглашают, смотрят. Ну, грамотность у нас слабая. Встреча проходила в форме диалогов. В процессе беседы присутствующим была предоставлена возможность задавать интересующие вопросы. Так, отвечая на вопрос о последствиях захоронения оружия, начальник следственного отдела Салимхан Ирасханов более подробно рассказал о том, какие меры наказания предусмотрены за данное правонарушение. «Ряд статей, тяжких статей, которые привлекаются через 14 лет. Это приобретение, хранение, нощение, перевозка огнестрельного оружия и их основных запчастей влекут к уголовной ответственности». На данном мероприятии также присутствовал председатель общественной палаты по законодательству и праву Мирзам Усаев, который выразил благодарность сотрудникам полиции за плодотворную работу с учащейся молодежью. Подчеркнув, что подобная встреча руководством городского отдела проводится впервые, и это служит хорошим стимулом присутствующим узнавать больше о деятельности данной структуры. «У вас есть вопрос поступить, учиться в высшие среди учебные заведения, ведомственные, по линии Министерства внутренних дел. Есть городы другие, если хотите выезжать, есть юридические публики, есть экономические колледжи по другим направлениям. Пожалуйста, учитесь. Все в ваших руках». В продолжении встречи учащихся ознакомились с повседневной работой следственного отдела, дежурной части и других подразделений. Обращаясь к студентам, представители правопорядка отметили, что всегда готовы принять грамотных специалистов, желающих работать на благо своего города. Царема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».